Здравствуйте, дорогие телезрители! На страницах журнала «Загадки истории» Леонид Москвин публикует статью, посвященную замечательному человеку Прокудину Горскому, который внес огромный вклад в развитие цветной фотографии, ну и вообще фотографии в России. Когда в интернете появились цветные фото России, сделанные более ста лет назад Сергеем Прокудиным Горским, многие испытали культурный шок. А между тем, об этом человеке и его достижениях писали не только в технических журналах СССР, но и в популярном огоньке. Интернет добавил массовости, о нем узнали буквально все. Родовитый дворянин Сергей Михайлович Прокудин-Горский, 1863-1944 года жизни, в молодые годы получил отрывочное образование. Переходя из одного заведения в другое, ни одного курса так толком и не закончил. То физмат Санкт-Петербургского университета, то вдруг военно-медицинская академия. И еще он учился живописи в Академии художеств и освоил игру на скрипке. Но может такая всеохватность как раз и оказалась полезной. Фотография долго была для него лишь хобби, но относился он к ней серьезно. Написал, опубликовал две книжки о фотографировании и печати. На выставке в императорском русском техническом обществе демонстрировал фотоснимки, сделанные из картин художников 17-18 веков. Показав, как можно на черно-белой фотографии, играя тонами серого, отразить все цвета живописного полотна. А затем перешел к цветной фотографии. Это искусство развивали многие ученые. За два года до рождения Прокудина-Горского британец Джеймс Максвелл сделал первый цветной снимок. Джеймс Максвелл. Используя зеленый, красный и синий фильтры. Немец Герман Вильгельм Филгельд сумел повысить чувствительность фотоматериалов. Фредерик Айвс в США предложил свою технологию съемок методом цветоотделения. Над этим же работал француз Жюль Эдме Мамене. Наконец немецкий ученый Адольф Митте изобрел качественную камеру для цветного фотографирования и проектора. В фотомеханической школе Митте Прокудин-Горский в 1902 году полтора месяца изучал эту технику. И вскоре объявил, что изобрел цветную фотографию. Фотоизображение в те времена фиксировали на стеклянных пластинах, покрытых эмульсией сложного состава. В этом и был вклад Прокудина-Горского. Он создал рецепт эмульсии, давший не только стойкое изображение, но и полную натуральность красок. Ученый отправился по стране, запечатлевая виды Финляндии, Дагестана, Причерноморья, Санкт-Петербурга. Он снимал в Италии, Бухаре и Самарканде. Показывал публике цветные фото на экране и печатал их в виде отрывок, открыток с почти современным качеством. А в 1908 году сделал цветной фотопортрет Льва Толстого. Успехи Прокудина-Горского заметили на самом верху. 3 мая 1909 года в царском дворце Николай II смотрел его снимки. Был восхищен и поручил фотографу заснять всю Россию. Фотографу дали оборудованный железнодорожный вагон, небольшой пароход, автомобиль Форд и документы, открывавшие доступ во все уголки империи. С 1910 по 1912 год он объезжал страну, снимая виды и людей. В те же годы он изобрел аппарат для цветной киносъемки и снял цветной фильм о Туркестане. Беда была в том, что расходы за исключением транспортных оплачивал он сам. Прокудин-Горский долго добивался, чтобы правительство приобрело уже отснятые пластины в государственную казну. Не зря же дали ему вагоны и отправили в путь, а он смог бы продолжить работу. С ним соглашались все, даже царь, но денег не дали. Он основал мастерскую цветной фотографии ради заработка, а попутно занялся цветным кинематографом. Даже собирался открыть в Париже кинотеатр, но помешала Первая мировая война. К сожалению, все его цветные киноленты пропали. После октября 1917 года его включили в состав оргкомитета Высшего института фотографии и фототехники. В марте 1918 по инициативе наркомпроса РСФСР устраивали к Зимнему дворце показы цветных фотографий для широкой публики. О нем лично заботился Владимир Ильич Ленин. Его мастерская получила заказы от издательства «Коммунист». В августе того же 1918 года Сергей Михайлович уехал в Норвегию для закупки проекционного оборудования для наркомпроса. И там узнал о расстреле царской семьи. Из-за опасений за свою свободу, ведь он пользовался покровительством Николая II, решил не возвращаться на родину. Вскоре убедившись, что в Норвегии не удастся продолжить работу над цветным кинематографом, он перебрался в Англию, затем во Францию. Но мечты о создании цветного кино рухнули. Не было денег и появилось уже изрядное количество конкурентов. Когда в 1923-25 годах члены его семьи прибыли в Париж, Сергей Михайлович, чтобы прокормиться, вновь открыл фотостудию и занялся обслуживанием клиентов. В это же время ему доставили 20 ящиков, часть из его коллекции фотографий. Как был организован вывоз, до сих пор неизвестно. Где остальные снимки тоже? Так нет снимков Петербурга, Киева и Москвы. Можно думать, многие до сих пор лежат в запасниках какого-нибудь музея в России. Умер Сергей Михайлович Прокудин-Горский во Франции во время Второй мировой войны. В 1948 году наследники продали его коллекцию в библиотеке Конгресса США за смехотворные деньги. И там она пролежала до 90-х годов, когда была сделана оцифровка негативов. Вот такая вот удивительная биография Прокудина-Горского. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии.